Алексей Подщеколдин ехал на очередную, не совсем конспиративную встречу с ценным агентом Сергеем Наумовским. Резидент, известный под псевдонимом «Эксперт», рассчитывал получить секретные данные о том, как в БНОТРС организовано обучение коммерческих специалистов. Сергей Евгеньевич, что у вас с головой? С головой все чисто и ясно. Поставлю вопрос по-другому. Что у вас на голове? Это пистолет. Зачем вам пистолет, Сергей Евгеньевич? Пистолет на всякий пожарный случай. Алексей, в прошлый раз мы получили очень хорошую информацию от ценного агента, который мы уже использовали на автомобильном фронте России. Однако у меня есть еще один вопрос. Как же вы готовите специалистов по продаже автомобилей? В чем секрет? В последнее время, Сергей Евгеньевич, вы задаете такие обширные вопросы, что время нашей встречи просто не позволяет дать нормальную информацию. Мне опять придется вам сдать еще одного ценного, передать информацию. Еще об одном ценном эксперте. Надеюсь, вы имя его никому не выдаете. Никому имя не выдам. Ее зовут Шатрова Галина Вячеславовна. Просьба запомнить и никому не передавать. Просьбу принял, запомним, никому не передадим. Совершенно секретно. Личное дело. Шатрова и Галина Вячеславовна. Руководителя Центра развития и обучения группы компании БН Моторс. Характеристика. На члена группы компании БН Моторс. Шатрову Галину Вячеславовну. Руководителя Центра развития и обучения. Истинный наставник. Образование высшее. Окончила Брянский государственный технический университет по специальности технология машиностроения. В автомобильном бизнесе 25 лет. Была в составе команды, с которой началась история БН Моторс. Участвовала во всех процессах становления, роста и развития компании. Есть опыт работы в продажах автомобилей, финансовых продуктов, аксессуаров, сервисных услуг. Управление отделами продаж и дилерскими центрами. Подготовки команд на старт и рестарт автосалонов. Разработки бизнес-процессов, корпоративных стандартов и ценностей. Миссия. Создавать модели эффективной работы специалистов компании и передача опыта. Замужем. Мама троих дочерей. Компания БН Моторс стабильно развивается, открывает площадки продаж и запускает новые проекты. Бизнес, у которой масштабируется, важно сохранить экспертизу сотрудников и обеспечить оптимальную скорость адаптации новичков. Для реализации этих задач мы создали корпоративный центр развития и обучения. Центр работы в тесной связке с дирекцией по продажам и руководителями центров продаж. В основу планирования нашей работы заложена стратегия развития персонала коммерческого направления, составляемая на предстоящий год совместно с дирекцией. Данная стратегия отражает, какое количество, каких сотрудников, в какое время необходимо бизнесу для поставленных задач. Далее производится поиск и набор необходимого количества потенциальных сотрудников с соответствующим установленным критериям, составляется план повышения квалификации действующих сотрудников и развития кадрового резерва. Таким образом, Центр развития и обучения работает в трех направлениях. Подготовка новых сотрудников, повышение квалификации действующих сотрудников, подготовка кадрового резерва и руководителей. Более подробно расскажу о подготовке новых сотрудников. При подготовке новичков мы предпочитаем включать в одну группу сотрудников смежных специальностей. Продавцов, экспертов по оценке и выкупу автомобилей, специалистов по продаже финансовых услуг и аксессуаров, специалистов клиентской службы и проката. Во-первых, в деятельности всех коммерческих специалистов есть много общего. Во-вторых, необходимо обеспечить командную работу, то есть качественное взаимодействие сотрудников смежных отделов при работе с клиентом. А ту часть занятия мы проводим совместно, а другую отдельно для изучения специфических аспектов деятельности конкретных специальностей. Длительность курса подготовки новых сотрудников – 3 недели или 15 рабочих дней. А типичное расписание группы выглядит вот так. Чтобы продавать товары и услуги компании, любой сотрудник коммерческого направления должен уметь продавать три составляющие. Первое – компанию, бренд. Второе – себя. Третье – сами продукты и услуги. При подготовке специалистов мы уделяем внимание каждой из этих составляющих. Как видите, в программу обучения заложены три основы. Развитие личности, развитие профессиональных знаний, развитие профессиональных умений и навыков. Для развития личности и приверженности компании мы изучаем историю компании, орг структуру автосалона, основы первоклассного сервиса и клиента ориентированности, современную ситуацию на рынке, эмоциональный интеллект и мотивацию. Подробное знакомство с автомобильным миром расширяет представление о профессии, с которой сотрудник связывает свою жизнь, дает уверенность в ее перспективах и правильности сделанного выбора. Разбираем системы корпоративных ценностей, что для компании важно и почему, что считается хорошо, а что плохо, как это отражается в отношении с сотрудниками и клиентами компании. Тема ценности очень абстрактная. Все вроде бы понимают ее важность, но когда речь заходит о том, чтобы объяснить суть, многие теряются. Поэтому мы идем в глубину и раскапываем причины и ключевые смыслы. Разбираем с коммерческими специалистами ситуации, которые возникают между ними и клиентами. Мы проводим мозговой штурм и составляем портрет человека, который нуждается в наших товарах и услугах. Что он слышит и видит, как себя чувствует и что делает, кто и что могут повлиять на его решения. Карта эмпатии, которую мы применяем для этого, позволяет с разных сторон посмотреть на человека, и по итогу мы получаем довольно наглядный портрет. Новички компании теперь сразу же могут представить, с кем они будут работать. Для развития профессиональных знаний мы изучаем общее устройство автомобиля. Знание об устройстве нашего главного продукта необходимо, чтобы понимать, что нужно будет продавать, а его технические характеристики переводить на понятный для клиента язык практических выгод. Второе. Правила эффективной коммуникации. Слова, фразы и эмоции. Это отличная основа для отработки коммуникативных кейсов, которые мы решаем во время наших занятий. Третье. Технику продаж. Подробно разбираем все, что она в себя включает. Как познакомиться с клиентом, создать у него симпатию, как узнать о его мотивах покупки, как подобрать для него подходящий продукт, правильно презентовать, как отработать возражения и вызвать желание обладать этим продуктом, как презентовать условия сделки и обеспечить комфортное взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений, экспертами по оценке автомобилей, по финансовым услугам, по аксессуарам. Как поддерживать связь с клиентом после покупки, получать рекомендации, как правильно принимать входящие звонки. Четвертое. Технику оценки автомобиля. Так же, как и в технике продаж, мы изучаем весь процесс от знакомства и осмотра автомобиля до обсуждения условий и оформления сделки. Знакомимся с профессиональной программой, используемой для оценки автомобиля, методикой ценообразования, техникой исходящих звонков для выкупщиков, секретами без инструментального осмотра, особенно актуальными для выездного выкупа и особенностями документа оборота. Пятое. В этой части курса мы знакомим новых сотрудников и с юридическими аспектами нашей профессиональной деятельности. Для развития профессиональных навыков и умений курс содержит кейсы, домашние задания, практическую отработку как отдельных этапов, так и целого процесса продажи или оценки автомобиля. Ввод в профессию через нашу программу обеспечивает очень быструю адаптацию сотрудника. И это, кстати, не наше предположение. Это обратная связь, которую мы получаем от непосредственных руководителей на местах. Для того, чтобы обеспечить удобство во время обучения и для того, чтобы закреплять знания после него, мы разрабатываем рабочие тетради, методички и инструкции. Важно уделить внимание и преподавательскому составу. Это люди, которыми гордится наша компания. В качестве преподавателей мы привлекаем только опытных специалистов, добившихся реальных успехов в той области, о которой они рассказывают на своих занятиях. В структуре нашей компании есть выделенные тренеры-эксперты, которые постоянно работают в Центре развития обучения. А также есть и привлекаемые тренеры, которые продолжают работать на проектах и участвуют в учебных мероприятиях. За два года работы Центра развития и обучения в коммерческом направлении прошло подготовку 324 человека. Причем некоторые из них успели пройти курс для новых сотрудников и курс для действующих или для кадрового резерва. Мы подготовили для работы в компании 180 новых коммерческих специалистов и повысили квалификацию 144 действующих сотрудников. Для развития коммерческого персонала компании дополнительно к нашим внутренним обучениям мы находим внешние учебные мероприятия, организовываем мастер-классы с экспертами автомобильного рынка и партнерами по интересующим нас темам, наполняем нашу корпоративную библиотеку самой полезной и актуальной литературой. Подводя итоги, отмечу, что благодаря созданию Центра развития и обучения в нашей компании мы приобрели иммунитет и мощные конкурентные преимущества. Это передача накопленных знаний и опыта, распространение корпоративной культуры и ценностей, быстрая подготовка и адаптация новых сотрудников, оперативное изменение структуры за счет переподготовки специалистов в меняющихся условиях рынка. Алексей, это была отличная информация, но у меня есть еще один вопрос. Сергей, каждый раз вам приходится говорить, что за нами следят. Наше время истекло. Давайте на следующей встрече. И еще одно. Приходите без пистолета. Я учту вашу просьбу. На следующей встрече задам вам этот вопрос. Следующая встреча должна была состояться 17 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...